С добрым утром, мои хорошие! С добрым утром! А у нас опять солнышко. Несмотря на то, что на небе облака, солнышко проглядывает. Какая красота! Солнышко. Так по нему соскучились. Какая-то получается очень долгая зима, очень тяжелая, очень снежная, морозная, проблемная весна. Приходи быстрее. Ну все-все проблемы реши. Ну пожалуйста. Слушайте, ребята, а что-то как-то снег падает. Не торопится весна решать наши проблемы. Снег падает. Редкий, но снег. Прям хоть в окно не выглядывай. Ну что ж такое? Такое настроение хорошее было. А вот эти вот снежинки испортили настроение. Ладно. Всем с добрым утром. И давайте пить кофе. Проверяем, что у нас на подоконнике. Так, это номер один. Любаша взошла вся. Ну, Любаша. Кто бы сомневался. Конечно, Любаша взошла вся. Номер два. Тысяча и две помидорки. Взошли пока еще не все, но много. Очень много. А те желтые, о которых вы мне говорили, что они старые семена, ну, мы же на пробу сажали, там не взошло ничего. Значит, будем пересевать. Обязательно буду пересевать. Питунья у меня стоит бодренькая. Подсветочку я включила, хоть за окном, и солнышко. Пока солнышко сюда не пришло, подсветка будет работать для этих томатиков. Все. Закрываем, но не плотно. Знаете как? Сейчас покажу. Вот так. Вот так вот. Чуть-чуть. Пусть дышит. И второй крышечкой накрою точно так же. Вот так. Пусть дышит. Привыкают к окружающей среде. Чтобы мои семена сильно не вытягивались, не тянулись к лампе, я их поставила вот на две упаковочные баночки. Они имеют высокую, такую большую высоту, из-под Женькиных вкусняшек. И вот теперь расстояние хорошее. А то они как-то все могут очень быстро вытянуться. На подоконнике температура прохладненькая. Самое оно, чтобы сильно не вытягивались. И чтобы хватало им света. Черенки роз сегодня на ночь не закрывала. Оставила их открытыми. Ну вот. Они держат листья, значит все в порядке. Значит все нормально. Пересаживать вы мне говорили пора. Нет. Рановато. Потому что корней еще мало. Рановато. Чуть попозже. Слышите, как хрюкает. Конечно, такая вкуснота. Мясо, индейки, грудки, сердечко, индейки. И красный сладкий болгарский перчик. Вкуснота. Женя завтракает первая. Только успела чайник вскипятить. И налить себе кофе. Опять отключили свет. Кстати, хотела вам напомнить. Помните? В прошлом году решили на собрании почему-то, чтобы все гасили долги по электроэнергии. Я вам говорила тогда, что на долю нашего участка за, как это сказать, за потери в проводах нам начислили 11 тысяч. 11! И вот теперь за нами висит долг по потерям в электрических проводах 11 тысяч. Но за многими висят огромные суммы. Я только не понимаю, почему нам 11 тысяч. Надо пересмотреть, будет те видео. 11! Вот просто так взять из бюджета и выложить. 11 тысяч за потери в электрических проводах. Мне тогда многие писали, не может быть таких потерь. Вчера написали, что долги за 18-19 год. Написали в чат. Это что, за один год? Такие огромные долги. Интересно, по какому проценту они рассчитывали? Похоже, кто больше платит, на того больше и раскидали. А я не согласна. А я с этим не согласна. Долги по потерям в электрических проводах, да еще такие огромные, надо расписывать на всех членов СНТ ровно. А не от того, что кто больше платит за электричество своего дома, тот больше должен и погасить долги. Я же не воровала это электричество. Нет. Ищите тех, кто воровал. Не можете найти, значит, раскидывайте поровну на всех. А то кому-то 5, а кому-то 11. Я считаю, это несправедливо. И платить такие огромные долги в 11 тысяч. На нашу долю выпало 11 тысяч. Я не хочу. Совсем не хочу. Значит, кто-то будет воровать, а я буду платить. А если в следующих годах образуются долги, значит, опять кто-то будет воровать, а я буду платить. Нет уж. Увольте. А так больше долгов за электричество у нас нет. Только те долги, которые наше правление хочет повесить на нас. Потери в 350 тысяч за год – класс. Вот просто класс. И где же мы столько потеряли? В каком месте мы столько потеряли? Причем потери по проводам потерялись. Видимо, пока нам подавали электричество, оно падало на какие-то участки. Вот пусть и ищут. 11 тысяч из бюджета я выложить не могу за один раз. Так, выбор стоит перед герцогиней вкуса и перед томатом черри вишня красная. Вот описание томата герцогиня вкуса гибрид. Высотой 60-70 сантиметров от всхода до созревания плодов. 85 дней. Соцветие с 5-7 цветками закладывается над шестым лицом. Детерминантный. В биологической спелости томаты имеют розовую окраску без зеленого пятна. Это самое важное. Хорошо. Вкусовые качества отличные. Значит, вот эти семена и пассивы. По многочисленным просьбам зрителей нашего канала Борис решился подстричь усы. Вот сейчас этим и будем заниматься. Не надо. А побреешься? Потом. Что не надо? Не надо усы стричь? Фамильярности. Мы позавтракали. Мама еще спит. Смотрим свои старые видео про то, как мы пробовали хумус здесь на даче. Так, ладно. Я подстригаю Бориса усы. И потом вы его увидите уже красивым, без усом, молодым. А стричься ты когда будешь? Стричься? Да. Буду. Ты этой машинкой мог бы и сам стричь. Только не на лысо. Ну давай не будем смеяться. Не смейся. Спасибо. Что спасибо? И спасибо, чтобы не сошьешь. Да из чего сошьешь? Посмотри на нас. Мне шуба не нужна, у меня шуба есть. Расплатишься любовью. Любовью? Преданностью. И сырниками. Так, вот не надо вот этого. Не надо. Не надо делать вид, что тебе моя работа не понравилась. Не надо. Не нравится? Сейчас обратно все приклею. Не дочитал. Света у нас так и не дали, пока света у нас нет. Пока у нас свет только с улицы. Мама еще спит. А сегодня, ребята, я еду в парикмахерскую. Правда, правда. И буду делать стрижку. Я сегодня с утра записалась. Попросила, чтобы меня Наташа пораньше разбудила. И чтобы я записалась пораньше. Ой, какие снегири у нас, а? Просто вообще замечательные снегири. Красногрудые. Такая красота. Вот где налюбуешься на снегирей-то. Вон они сидят. Видите, какие хорошенькие. Жалко, ближе нельзя приблизить. Вообще, ой, вообще видно, ничего не будет. Ой, какие красавцы. Красавцы просто. У нас дали свет. У нас большая радость. Не могу дождаться, пока проснется мама. Уже хочется ехать подстричься. Хочу, знаете, как сделать? Вот открыть уши. Вот так. Вот это вот снять. Вот как это снимется. Вот так вот что ли. Ну, в общем, ребята, хочу такая стрижка, чтобы была вот тут побольше. Так как лицо, видите, длинное такое. Вот. А там вот это вот все. Вот это вот все убрать. Я не вижу, что я там снимаю. Вот это вот убрать хочу. Много очень. Вот. Ну все, Борис. Бреется. Будет красиво. И мы отправляемся, мало того, что в магазин, потому что нам... Ой, я извиняюсь. У меня тут видео идет. Вот. Мало того, что в магазин отправляемся. Я еще получу кое-что на Валдберрис, что я заказала. В Озоне, что я заказала. В Озоне это то, что касается моих растишек. Да и на Валдберрис тоже. Все, купим и приедем. Даже не знаю, будить маму не будить. А то проснется и не найдет нас. Слава Богу, что свет дали. Не знаю, что там было. Я уже который день хочу розы открыть. Хотя бы нашу вот эту вот незнакомку открыть. Посмотреть, как она. Чего-то ничего не тает. Где весна? Весна, весна, весна. Приходи скорее, весна. Так, ребята. А у меня все-таки орхидея беременная. Вот я вижу тут. Формируются у нее коробочки с семенами. Потом у Горячевского посмотрю, что нужно будет с ними делать. Но говорят, они зреют очень долго, до 8 месяцев. Но ничего, это наш эксперимент. Будем экспериментировать. Кстати, томаты я посадила. Ребята, знаете, что увидела? Вот что я смотрю в окно. Я увидела почки на сирене. Такие хорошие, такие набухшие почки. Все-таки весна идет. Все-таки с весной вас, мои дорогие. Хотела показать через стекло. Но стекло такое грязное. Даже не знаю, стоит показывать. Мне, потому что стекла надо мыть. Но мне кажется, еще рановато стекла мыть. Чуть-чуть попозже. Ну ладно, сейчас попробую показать. Ой, нет-нет-нет. Я думаю, что не видно почек на сирене. Это уже когда выйду на улицу, тогда покажу. Не видно, не видно, ребята. Ребята, я уже замучилась переворачивать свои томаты туда-сюда. Я уже сейчас буду третий раз их переворачивать. Они крутятся туда-сюда, туда-сюда. От света, вернее, от темноты к свету. Несмотря на то, что у меня горит лампа. Борис сказал, что они начали вытягиваться. Но мне кажется, нет. Видите, видите, все правильно мы с вами посеяли. Ни одного семечка с кожурой не взошло. Ни одного. Все скинули еще в земле свою кожуру. И здесь тоже. Так что на правильную глубину мы с вами посадили. А мы с вами сажали на полтора-два сантиметра. Ты готов, красавчик? Нет еще. Побритый. Да. А ты стричься будешь потом? Потом. Хорошо. Ты кудрявый такой, как Ленин. Вот думаю. Революцию делать когда? В среду или в четверг? Как считаешь? Я считаю, в четверг лучше. Перед выходными. Перчатки взяла. Маску взяла. Свет погасила. Мама осталась. Так. Ну что, пойдемте. Ну вот это радостно. Смотрите. Дорожки мокрые, значит снег тает. Только он не так активно тает, как хотелось бы. Но все-таки тает. Так. Ой. Ты чего? Напугали друг друга. Не ожидал тебя тут увидеть. Да что ты? А кого ж ты ожидал-то тут увидеть? Ребята, вроде все тает, а снег идет. Шапку надевать уже не буду. Ой, у Любаньки какие сосульки длинные висят. А у меня такие же висят. Только я не помню где. А, на сарае. Чеки у нас тут какие-то. Бумажку с записями взяла. Все взяла. А белый лебедь на пруду, качает павшую листу. На том пруду, куда тебя я приведу. Первый выезд в парикмахерскую. С дебютом вас, Любовь Алексеевна. С дебютом. Сейчас посмотрим, как меня подстригут в городе Михнево. Любашка уже много раз стриглась в Михнево и очень довольна. И, кстати, ногти она тоже делает в Михнево. Ну, когда живет на даче. Ну, а я сейчас вот посмотрю. В машине жарко, ужасно. У нас печка работает. Поэтому я смотрю на экране, лицо такое красное. А может, я волнуюсь перед тем, как буду стричься. Или перед тем, как войти в парикмахерскую. Маску там надо снимать или не надо снимать, тоже не знаю. Ну, интересно. Ну, сейчас сначала... Ну, что, озона? Да, давай до озона дойду, да. Я иду в парикмахерскую уже. Здесь же, в подвальчике. Ну, в общем, как-то так я выгляжу теперь. Узнаете? Вот я теперь буду ходить вот с такой короткой стрижкой. Ну, а что? Нет, хорошо, хорошо, хорошо. Так, сейчас сзади покажу вам. Да вы можете, если хотите, вон в зеркало дает. Интересно, Борис узнает или нет, ребят. Так что-то посмотрел в мою сторону и все. Какая молоденькая девочка. Какой молоденький, молоденький, да. Что, правда хорошо выгляжу? Ну да, молоденькая. Ну, молоденькой выглядит, ведь это же хорошо. У нас яркое-яркое солнце, а в Москве опять идет снег. Алла только что прислала видео, вот, и говорит, как, говорит, у вас там. Мы послали ей, говорим, как у нас, солнечно, хорошо. У нас тепло. Она говорит, по одежде вашей видно, что тепло. Купаться, что ли, едете? А Борис ей отвечает, уже искупались, уже. Ну все, мы опять приехали в этот магазин верный. Нравится нам в этом верном закупаться. И вообще, хороший магазин, такой вот аккуратненький, чистенький. Вот красота просто. Все по списку. Ничего. А, картошка нам еще нужна, Борис. Картошечка. Картофель. Один килограмм. 22,99. Ой, не надо, мелкий такой, замучаешься чистить. Мы тогда брали картофель Галла. Вот его надо взять. Сорт Галла. Не написано, какой картофель, Галла или не Галла. Мытый для варки написано. И все. Цветная капуста для мамы отсутствует. Так, по списку морковь. Надо взять морковки. Вот этого хватит. На морковные котлеты. Ага. Еще что ли? Еще что ли взять? А надо ли она еще-то? Как интересно, фирма называется. Свежие новости. С2. С1. С1. Свежие новости, только С1. И вот С0. 69,74. Нормальный С0. Так, мука. Макфа. О, с праздником весны. Ну что, надо вот таких взять две штучки. 102 рубля. Языка взяли, да? Да, да. Борис Сергеевич прав. Языка взяли. Сходила сейчас, купила рыбки. Язык. Что-то он у меня все время разваливался на сковороде. А тут так хорошо с продавщицей поговорили. Она ей говорит... Живьем взять не удалось. Живьем взять не удалось. Пришлось брать замороженное, да. Поговорили с продавщицей. Она мне говорит... Да что вы, его не надо размораживать сильно. Так, говорит, чуть-чуть полу ледяной, говорит, порезали. В муке, говорит, обваляли. Потом в яйце, еще раз в муке и на сковородку. А я вообще рыбу люблю жарить без никто. Без панировки, без всего. И поэтому у меня язык разваливается на сковороде и получается каша. Ну вот, сегодня приедем, будем делать муке, яйца, яиц купили, муки купили. Все, будем с вами, ребят, готовить. Ну что, ничего, стрижечка у меня. Ну, я думаю, ничего. Вот, очень рыбки захотелось. Видимо, фосфора в организме не хватает. Да, Варис Сергеевич? Или очень поплавать хочешь? Не хочешь поплавать? Нет, поплавать не хочу. Рыбы хочу. С картофельным пюре. Картофельного пюре чуть-чуть. Овощей побольше. Мы же стройнеем? Стройнеем. Все. Сейчас приеду, приготовлю. Я не могу, я говорю, у меня прям слюни даже текут от того, что я очень хочу рыбы. Тем более язык, язык замечательная. Рыба, очень мне нравится. Как раз в машине пока едем, сейчас оттает. Вытряхнешь потом коврики, да? Смешно. Ну, она там в пакете на заднем сиденье, а в машине тепло. Она как раз оттает. Я приеду и буду жарить. Вот. Так что приготовим сегодня вкусняшку. Натур морковки. Сегодня обещала вам вкусные бутерброды с утра. Но я в уме обещала. Так мне захотелось сделать вкусные бутерброды. Завтра сделай. Очень многие рецепты на моем канале уходят куда-то вниз, далеко, потому что я много снимаю. Надо снимать меньше. Тогда все вкусные рецепты не будут уходить далеко. Тогда же не знали с Аллой, как теги проставлять, как название писать. А название надо писать сочные, звучные, чтобы все время попадали на первую страницу. Мы же с вами очень много готовили. Можно написать целую кулинарную книгу. И по моим рецептам, и по вашим рецептам. Так что... Наснимали мы с вами кулинарных рецептов много. Только все потихонечку про них забывали. Они ушли куда-то вниз. Ну, я же не крутой кулинарный канал, но готовила с удовольствием, с любовью. Пробовали с Борисом Сергеевичем. Продолжение следует...